МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Виктория Кривда. Глядите ух этим выпуском. Квятки, усмешки и веншавания. На Гомельщине святкуюсь 8-е саковика. Шедевры цукровой флористыки и шоколадной скульптуры. В областном центре вызначили лепшого кондитера. Конкурс пригожих и итальяновитых в Гомеле пройдет кастинг «Мисс Беларусь-2023». А зараз об этом и иншем больше подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко уручил державную знагороду заслуженным дейчим в разных сфер и генеральские погоны представникам высшего офицерского состава. Урочистая церемония отбылась у Палацы Незалежности. Сама церемония по духу и по сенсу вельми отпавядая году миру и створения. У беларусским громадстве особливой повагой корыстаются женщины, які обрали для себе нелегкий шлях материнства. Так само сегодня и они на ровне с мужчинами. Поспехово развиваются науку и технологии, умоцовывают промысловый потенциал, будуют домы, створяют створы мастатства, вучать и лечать людей. У свою чергу мужчины-офицеры и генералы так само заявляются увасабленням года миру и створения, потому что под их надейной обороной наша суверенитет и незалежность. Те простей кажучи, наша тихая и спокойная життя. Узнагороды и новые погоны, які в аурочистой обстановце отримали у дзенники церемонии, з'являются по воде слов президента признанием великих особистых заслуг перед Айчиной, подтвержением узровню профессийной вывучки и знаком высокого доверия беларуского народа. Прихожость, гармония и утульность. У Гомеля ушиновали представниц региона, керавников предприемства, медиков, наставниц приемных мати. Центральной падеей свята стало уручение диплому переможцов конкурса «Жанчина года». Под рабязностью материали наших корреспондентов. Про падеи соковика 1943-х, а наставник Азарыцкой середней школы и керавник музея памяти Ахвяр Азарыцкого лагера смерти Зинаида Хлебовец, ведая не горш за навуковцов. Амаль 40-х годов, я напрацую в этой навучальной установе и доталево вывучаю историю малой родимы. Кажет, это необходимо не только для ее особиста. Мы должны сегодня эти места обязательно о них говорить, рассказывать, показывать. Это наша история, это наша правда. Конкурс «Жанчина года» на Гомешчине проводится каля 10-ти годов. Все лета 8 переможцев выбирали за мальста претендентов. Пройсти до одиной думки было совсем непросто. Каждый кандидат – особо с великой литрой. «Все сложнее подводить итоги, потому что каждая женщина, которая проживает в Гомельской области, это особая женщина, это особые дела, и, как правило, это особая жизненная активная позиция». Специальные дипломы, подарунки и музычные номеры. Атмосфера максимально святочная. Гомельщина гонорится своими женщинами. «Профессионализм и ответственность позволяют вам достигать больших высот во всех сферах. От бизнеса и политики, где пока пальму первенства сохраняют мужчины, до здравоохранения и образования, где женщины составляют более 85%. Сегодня более 47% руководителей предприятий, организаций в регионе – это женщины. Пройдет немного времени, и у науки тоже будет женское лицо. Подтверждение скажу. Среди лауратов ежегодной премии Гомельского облсполкома по поддержке наиболее талантливых молодых ученых, которых мы наградили в канун Дня науки, половина – прекрасные даны». Але головная миссия женщины – быть матей. И как обовязково были побоч, надеянный муж и любимые дети. Сегодня на Гомельщине омаль 20 тысяч шмадетных семьях и каля 1800 женщин узнагороджены орденом мати. Шмад хтось их клопотится не только об уластных детях. Больше, как 400 приемных семьях и еще одно подтверждение – нам есть, кем гонориться и кому выказывать слова удячности. Мать выховатая Схойницкого района Олена Фрунзе выховывает 13 неполнолетних. «Первый раз захотелось девочек взять на опеку, я взяла их. Но потом и пошло-пошло. Посмотрели, как работаю, как обращаюсь с ними. И мне так вот год за годом. Вот это так». На пираде у пероможца у областного конкурса еще один испыт. У красавику яны станут чудельниками с поборництва у Жанчина года Республики Беларусь. Тюльпаны, ружи, мимозы. У гомельчане, глядяши на снежное надворье, весновый настрой. Кветковые кермаши працуют с патроенной магутностью. Ирина Драбышевская оценила выбор, кошты, попут невесновой рослины. «Ближе до обеду темпы гандлю взрастают», зауважила продавец весновых кветок Ирина. Но и гомельчане дают перевагу кветковые покупки робите обеденный пиропынок. Днем выбор больше, до вечера большая частка кветок, как правило, уже распродается. Хит-продажа у тюльпан весенний. Помер и гатунок для отзнаки кошту мае значение. Самое танное от полтора рубля за штуку, те, что дороже, коштует три. Вот такие вот есть розовенькие, красивые. Продавцы предмечают, у звыклых замежных поставках кветок, например, с Голланды и зараз нема потребы. Айчинные теплицы целком забеспечивают попут, до того же товар первой свежести. Як говорится, ранецы и наградцы до обеда на прилавку. Тюльпанчики выращиваются под гомелем возле чонок на даче в теплице. Это наши свеженькие, срезаются каждое утро перед праздником. Жизнь пробуждается, тюльпан первый вырастает. У нас тюльпаны своего производства, белорусские. И спасибо, что научились. Мы сейчас уже работаем с белорусским товаром. Берут по одному, берут по три, берут по пять, берут по семь, берут по двадцать семь. Конкурент белорусского тюльпана, ну, хиба, что мимоза. Сонечные кветки до нас везут в Абхазии. Ценник на яен от одного рубля за галинку. Пахнет вообще обалденно просто. Я, если честно, мимозу люблю. Мне муж каждый год дарит большие букеты. А вот гамильчанин Миколай выросшел у сердца каханой девчины покарить оригинальностью. Упевненный звычайный букет с этой миссией не справится. Я тут тюльпаны, смотрю, покупают. А вы что? Это что за букет? Мало того, что мы покупаем сейчас тюльпаны, это для всех не новое, но захотелось как-то добавить оригинальности в этот праздник. И сейчас в моду вошло собирать букет именно из бабочек. Я еще не до конца его доделал. любящие дамы. Продали в законом? Нет, продавать я никому не собираюсь, это чисто мое творчество. Решил именно свою девушку продавать. Букет с мотыльков речь до того же практичная, упевненный гамильский выноходник. У одрознене отзвычайных кветок этот букет как и заправдное каханье. Николи не завяне. Ирина Драбышевская, Игорь Маришенко, телерадиокомпания Гомель. Наши женщины самые талиновитые. Анастасия Краучук с детства марвела спевать на великих сценах. У группе «Чорные капюшоны» у якости солистки выступает 10 годов. В своем теперешнем составе группа истнует несколько годов. Сюда выходят два вокалиста, бэк-вокалист, композитор и человек, который отказывает за написание текстов. Есть своя властная студия. Удельники группы получают в своих композициях смешивание стилев. Изначально существовало две группы. Это была рэп-группа и рок-группа. Настя выступала как сольный артист. Часто были совместные проекты, совместные клипы, концерты, на которых мы брали первые места очень часто. И Настя стала связующим звеном между нами. И группа переродилась, мы все объединились и начали делать альтернативу. Вот уже на протягу десяти годов группа удельничает в разностранных региональных конкурсах. Самой масштабной перемогой можно лечить первое место в областном музыкальном конкурсе под белыми крылами. В номинации авторская песня. Сейчас мы занимаемся написанием новой песни и будем снимать клип на нее. Также в планах после реализации этих проектов заниматься концертной деятельностью. Начнем с Гомеля и Гомельской области. И, конечно же, не хотелось бы на этом останавливаться. Хотелось бы на всю Беларусь сначала начать с ней и как можно дальше к звездам. Зараз группа активно рихтует концертную программу. А Анастасия Краучук кроме того рихтуется и до еще одной важной подъей. Проспевный час у спевачки народится третье дитё. Николай Зайцов Александр Чернышевич телерадо компания Гомель. Шедевры цукровой флористики и шоколадной скульптуры. У Гомелі пройшел конкурс профессионного мастерства сирот кондитеров. Его примерковали теми миру и створення. У солодким поединку сошлися лепшие кондитеры Гомельской фабрики, как проверить свои здольности и узровень профессионализму. Некоторые конкурсанты подчас створения работ натхнялись античными скульптурами и эпохой одраджения. Не обошлось и без узгадывания галунного веснового свято 8-го соковика. Торт о весне потому что цветы выполнены из рисовой бумаги они легкие воздушные как из льда. Оцениваем творческий подход идею замысел потом уделим внимание сложности мелким деталям насколько они проработаны насколько качественно были выполнены ну и в комплексе композицию оцениваем. Полюбоваться работами альбо набить кондитерский шедевр у якости святочного подарунка можно у фирмовой краме фабрики. Конкурс пригожих италиновитых у Гомеле пройдя кастинг Мисс Беларусь 2023. До дела у конкурсе запрашаются представницы пригожей половы человечества от 18 до 24 годов. Пошук финалисток отбывается по всей краине. Заявить об собе гамельчанки смогут уже на центры моды и прихожостя кристальная нимфа. Данный конкурс несомненно важен, поскольку победительница Мисс Беларусь 2023 до всех предыдущих конкурсов будет участвовать в конкурсе красоты международного уровня. Поэтому она должна достойно представить именно нашу страну на международных конкурсах красоты, где немаловажны не только внешние данные, но также как девушка себя позиционирует, какие жизненные качества и принципы она меру. Возраст от 18 до 24 лет, никогда не состоящие в браке, не имеющие детей, являющиеся гражданками Республики Беларусь, ростом должны обладать не ниже 172 сантиметров, не имеющие на теле татуировки пирсинга, и к участию в конкурсе не могут приниматься обладательницы титула Мисс Беларусь и победительницы, участвующие в национальных конкурсах красоты Мисс Беларусь. Областный этап конкурсу пройдет 24-го цаковика. Организаторы плануют увидеть больше за 100 пригажун из разных районов Гомельщины. Претенденткам на путевку в пауфинал нужно подумать и об творчем номере, потому что запаливать публику один из главных навыков переможца. Пауфинал конкурсу пройдет в Минске в мае. Имя главной пригажунь страны станет в мае. Вересни. Гистория про женщин и каханья. Миновито так описывают премьерную постановку артисты Гомельского областного драматичного театра. Комедия «Две годины счастья» обецая обудить цикавость не только пригожих дам, а и их спадорожников. Пьеса о двух деяниях рассказывает об тернистам в шляху даже ночного счастья. Основный сюжет постановки завязаны на весельной церемонии главной героиней, которая раптона и день не по плане. Проглядивши спектакль, глядачы доведуются, что удастся невесте вырытывать шлюбное застолье и сдобыть долго чеканное каханья. Режиссером постановщиком твора русского драматурга Антона Афинка выступил актер Гомельского областного драмтеатра Дмитрий Байков. Мы определили дату, что это будет к дате, что это комедия, опять же, это праздник, потому что в этот день для наших замечательных женщин, чтобы они пришли, отдохнули от своих каких-то забот, работ. И ничем не навязчивая история, такая коллизия в этой ситуации в том, что взрослые люди попадают в комическую ситуацию, отстаивая принципы, свои убеждения, борются за свое счастье. Я играю подругу главной героини Викторию, того человека, который поможет разрешить все проблемные моменты и поможет выйти из очень сложной ситуации главной героиню. Премьерные показы двух «Один счастье» отбудутся на сцене областного драмтеатра 8, 9 и 17 Саковика. Больше як 16 тысяч раритетных виданев и старожидных фолиантов. Музей редкой книги в Гомельской областной библиотеке отзначает 15-ти годовый юбилей. Початок уникальной коллекции книг поклала особистая коллекция князя Паскевича. Зборы сочинения русских классиков книги по истории философии математицы и военной справе. Основная частка княжской библиотеки на замежных мовах. Сирот их редки исходные рукописы 17-го и 18-го стагодзев. Самая старая книга, якая представлена в экспозиции сборник итальянского поэта Петрарки 1547-го года. Хоть каштонность тамов изначается не только их редкостью, а и их историей конкретных выданий. Эта книга была подарена писателем Василием Жуковским, его светлостью князю Варшавскому, графу Паскевичу Иреванскому. Во время эвакуации библиотеки Паскевичей во времена Великой Отечественной войны Эта книга была ранена осколком снаряда и была пробита насквозь. Можно сказать, что эта книга скорее всего сохранила кому-то жизнь. Гонорколлекция миниатюрные книги. У Гомельске музее их каля трех с половой тысяч. Для того, как заховать литературное богатие в помешкании, постоянно потребляються специальные режимы вильхоти и температуры. В золиком якости папиры старожитных выданий термины их заховывания специалисты оценивают прикладно у 800 годов. В Беларуси распачался прием заявок для уделу у республиканской интернет-олимпиаде по питаниях выборчого права. Яна накеравана на повышение у наученцев 10-х и 11-х классов у зруння веду законодавства краины у галине выборчого права и выборчого процесса. Олимпиада пройдет в дистанционном режиме у два 27-го и 31-го саковика. Ознайомиться подробязанью с усими правилами можно на сайтах Центральной выборчей комиссии и Национального института адекватации. Эти инши новинные информацию о проектах телерадио компании Гомель вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресе tvargomel.by Мы щиро веншуем усих женщин усяговом самого наилепшого счастья, любовь взятий и мужчин, профессийных успехов и мирного неба. А наш выпуск на этом завершен. До встречи в эфире.